Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Получено еще одно решение суда о сносе многоквартирной самоволки. Об этом стало известно на планерном совещании главы города. Сочинский теленкур благоустроят к 15 мая. К уборке подключатся сотрудники здравниц по соседству. Сегодня день памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В Адлере к этой дате установили каменный крест. В Сочи прошел турнир для самбистов с ДЦП. Ребята соревновались на равных со спортсменами из общей группы. Помолились и в путь. Тысячи казаков приехали в Краснодар на торжественный парад. Представители кубанского войска собрались в краевой столице ранним утром на молебен. На нем почтили память тех, кто погиб в годы репрессии. О том, как восстановили былую славу казаков и как отметили 27-ю годовщину реабилитации, расскажут наши краснодарские коллеги. Перед отъездом в столицу Кубани остаются считанные часы. За это время Александр Гуек с сыном наводят последний лоск на форме и в огороде. В станице Раевской под Новороссийском живет целая династия казаков. История начинается с деда Александра Ивановича. После репрессии он отправился на войну, где был тяжело ранен и потерял ногу. Сейчас его потомки собираются на парад, чтобы почтить его память. Форма должна идеально сидеть, а оружие блестеть. Параду с удовольствием готовимся. Мне даже мучка говорит, дед, я тоже хочу поехать. Ну, так как я иду в коробке, дочка работает, жена с другой мучкой. Ну, как бы, не с кем ее бы. Я бы взял бы и с удовольствием. Но это очень нравится. Поедет с ним сын, тоже Александр. Он работает наставником казачат в местной школе. Сейчас они проводят последнюю репетицию. На параде им предстоит пройти по центральной площади Краснодара и представить свой класс во всей красе. На торжественный марш в этом году приехали больше 10 тысяч казаков со всей Кубани. Александр Гоек-старший еле справляется с волнением, хоть и приезжает на парад уже в девятый раз. Первый парад, это вообще для меня очень было торжественно и радостно, когда я попал сюда. Я не думал, что здесь так поднимается и настроение. И сегодня так же, все одинаково. Так же народ, все те же люди, другие новые друзья. Среди собравшихся как взрослые казаки, так и совсем юные, это воспитанники кадетского корпуса имени Атамана Бабыча. Данные события, они, во-первых, объединяют всю молодежь, объединяют казачество. И это дает потенциал будущим поколениям. Атаману кубанского казачьего войска Николаю Долуди доложили о готовности расчетов. После построения прозвучали молитвы о тех, кто погиб и был расстрелян в годы репрессии на Кубани. Каждый из участников знает, какую боль пришлось пережить казакам в 20-х и 30-х годах прошлого века, когда большевики обвинили их в преданности царской России. С войском вели беспощадную борьбу, поголовно истребляли. Декрет о расказачивании прервал их историю на 70 лет. И только 27 лет назад кубанское казачество получило право на свою новую историю. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Храни вас Господь! Молебен провел митрополит кубанский Екатеринодарский Сидор вместе с духовенством. После благословения колонны казаков, оттачивая каждый шаг, прошли по улице Красной. Почетный караул вынес регалии на Театральную площадь. Их с трудом удалось вернуть из-за границы в 2011 году. После 30 залпов салютной группы прошел взвод барабанщиков. Чеканя шаг маршировали расчеты отделов кубанского войска, конная и пешая группа. Парадные расчеты поприветствовал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что кубанские казаки первыми в стране поступили на государственную службу и получили земли. Наше войско стало фундаментом возрождения казачества по всей стране. День реабилитации кубанского казачества – это новая точка отсчета для десятков тысяч казачьих семей. День, который разделил жизнь на до и после. 27 лет назад казаки-кубани получили право на продолжение казачьей истории, получили право на продолжение своей истории, получили право на возрождение казачьих традиций, сохранение культуры, уклада жизни. Старики всегда говорили – стой за правду горою, тогда и люди за тобою. Помните об этом казаки. Как бы кому не хотелось подорвать мир и спокойствие в нашей стране, какие бы истории не придумывались и новые санкции не изобретались, правда была, есть и будет на нашей стороне. За свою историю казачество пережило разные времена – от триумфа до забвения. А сегодня вы снова стоите на главной площади Кубани. Храните и защищайте нашу Кубань. Слава России, слава Кубани, слава кубанскому казачьему войску. Благодаря поддержке краевых властей Кубань первая приняла Всероссийский форум реестровых казачьих войск страны. Это событие уже вошло в новейшую историю России. А в феврале этого года на Совете при президенте по делам казачества было принято решение о том, что все казаки страны объединятся во Всероссийское реестровое казачье войско. Наши атаманы выступили с проектом нового закона о развитии российского казачества на федеральном уровне. Документ позволит четко определить их права и обязанности. В наши дни отношение к казачеству в корне изменилось. Сейчас уже никому не надо доказывать, что казаки – это коренной народ Кубани, от стабильности и благополучия которого зависит дальнейшее развитие и процветание нашего региона. Расширить наши возможности позволит и новый закон о развитии российского казачества. Казачество всегда было, есть и будет опорой и поддержкой государства. У нас единая цель и единое понимание того, каким путем необходимо следовать во имя процветания нашего российского народа. И никто нас не собьет с намеченного пути. Сейчас во всех школах Кубани есть казачьи классы, а союз казачьей молодежи, который начал работу в прошлом году, объединил 85 тысяч детей. Мудрые наставники рассказывают детям про культуру и быт предков, передают традиции и историю великих побед казаков. Сегодня эти малыши – самые важные участники парада. Они как пример для подражания молодым зрителям, которые только готовятся вступить в ряды казачат. Пришла сюда вот из-за своего племянника. В этом году мы идем в первый класс, класс казачий. Я думаю, это очень полезно и нужно. Мне очень понравилось. Надеюсь, что и моему племяннику понравилось тоже. Вот так торжественно казаки отмечают годовщину принятия закона о реабилитации репрессированных народов. Сегодня они прибыли в самое сердце Кубани на театральную площадь Краснодара для того, чтобы показать всю мощь военной подготовки и красоту формы. Совсем скоро они отправятся в родные районы и села на службу. Сегодня казакам доверили охрану государственных границ и важных социальных объектов. Они снова занимаются своими историческими делами, работой на земле и охраной правопорядка. Инна Чайка, Артем Лычко, Денис Перец и Александр Бриксин, Кубань-24, Краснодар, Новороссийск. Окончательное решение. Кубанские парламентарии приняли закон о дополнительных мерах защиты обманутых дольщиков. Изменения позволят не только помочь быстрее достраивать проблемные дома, но и не допускать появления новых. Идея законопроекта – это совместная работа администрации Краснодарского края, прокуратуры и законодательного собрания. Теперь недобросовестные застройщики напрямую рискуют своим имуществом, если не выполнят обязательства перед дольщиками. Я сегодня максимально понимаю людей, которые с плакатами уходят. Они говорят, слушайте, хватит обещаний. Мы ждем от власти реальных действий, реальных шагов. В законе предусмотрена норма, по которой, если в течение полугода, после окончания срока ввода дома в эксплуатацию, дом не сдан, то не так, не переводить его в долгу из года в год. Есть право власти в законном порядке выйти в СССР и прекратить право у этого недобросовестного застройщика на земельный участок, даже если стоит на нем уже возведенный какой-то дом в разной степени готовности. И он должен понимать, что если он не достроит, никто не будет за ним бегать, уговаривать. И мы вовремя будем иметь возможность, согласно настоящего проекта закона, реагировать и вовремя вмешиваться, что сегодня принципиально важно. Аналогичных законов в субъектах на уровне федеральном нет. Первопроходцам всегда сложнее быть. У нас нет других вариантов, как во взаимодействии эту проблему нужно решать. И это хорошее начало. Также, согласно новому закону, инвестор, который взялся достраивать многоэтажные дома за недобросовестными подрядчиками, в качестве компенсации может получить участок земли без торгов, что позволит быстрее приступить к стройке и сдать в эксплуатацию проблемные объекты. Ну а в Сочи, в Адлерском районе, получено еще одно решение суда о сносе силами муниципалитета многоквартирной самоволки. Об этом стало известно на планерном совещании главы города. У городской администрации полномочий контролировать строительство многоквартирных домов нет. Есть только право выявлять самострои. Сотрудники муниципального земельного контроля таким образом мониторят объекты, возводимые с нарушением. Если там отмечены признаки многоквартирного дома, то данные передают в прокуратуру, УВД и Архстроенадзор. Это краевой департамент по надзору в строительной сфере. Имеем право проводить мониторинг. Его проводим. После того, как мониторинг выявляет, что где-то есть признаки многоквартирного незаконного строительства, передаем информацию в правоохранительные органы. Под печати, Сергей Павлович, отработайте, чтобы у них там все это было. На этом функция администрации города заканчивается. Дальше начинаются функции правоохранительных органов. Всего за прошлый год в Сочи подан 341 иск о сносе самовольных построек. За истекший период этого года уже более 150. Активная борьба с самостроемой началась с Адлера и продолжится в других районах города, отметил Анатолий Пахомов. Он также призвал свою команду настроиться на продуктивную работу и сделать соответствующие выводы относительно трех громких задержаний на прошлой неделе сочинских чиновников. И сделайте выводы все. Все сделайте выводы. Я всех призывал к одной – честной работе на благо города. Вот искренне говорю, что я лично именно это преследую. Ничего иного. На планированном совещании был представлен новый заместитель главы города, курирующий отрасль ЖКХ. Это Алексей Толмачев, ранее возглавлявший департамент городского хозяйства. Глава города потребовал навести порядок в структуре САХа и все силы направить на то, чтобы мусор был кому и куда вывозить без сложных схем. По-прежнему актуальна тема борьбы с карантинными вредителями. Силами муниципалитета химическая обработка проведена, но это касается исключительно муниципальных территорий. Ряд управляющих компаний заключили договоры с организациями, которые обрабатывают зеленые насаждения, но не все. Проблема с садоводческими товариществами. Всю информацию о вреде насекомых они получили, а договоры заключать не спешат. В таком случае они получат предостережение от Рослихознадзора. Следующий этап – штраф, если на их участках обнаружат мраморного клопа. Необходимо бороться на побережье и с комарами. В водоемы запускать рыбку гамбузию. Не оставлять на дачах емкости с водой. Это же касается и кладбищ. Часто люди приносят на могилы живые цветы, ставят их в воду в результате размножения комаров. Хотел бы обратиться к жителям нашего города с огромной просьбой на летний период отказаться от емкостей для воды. Это вазоны, всевозможные банки, бутылки, так как все эти емкости способствуют размножению комара. Еще одним средством для борьбы с комаром является посадка эвкалиптов. Во всех районах города эта работа ведется. Особо на планерном совещании была отмечена организация высадки эвкалиптов отраслью образования. Елена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи столкнулись два пассажирских автобуса. Авария произошла сегодня в обед на Мамайском перевале. По предварительным данным, 50-летний водитель маршрутки, двигаясь из центра Сочи в сторону Догомыса по Батумскому шоссе, на подъеме врезался в попутный автобус МАЗ. В момент столкновения в микроавтобусе, кроме водителя, как сообщает сайт Кубанские новости, находилось семь пассажиров. В автобусе МАЗ был только водитель. В причинах аварии разбирается следственно-оперативная группа УВД. В Сочи в ДТП пострадала 14-летняя девочка. Авария произошла сегодня в 8 часов утра на улице Чекменева. По предварительным данным, 37-летняя женщина на автомобиле марки «Тойота» при движении не соблюла боковой интервал и наехала на ограждение тротуара. Его элементы травмировали 14-летнюю девочку-пешехода. Она получила ушибленные раны. Сочинский Теренкур благоустроят к 15 мая. Если дорожки и ограждения на тропе здоровья поддерживаются в порядке, то зеленые насаждения на склонах нуждаются в уходе. Такой вывод сделал глава Сочи Анатолий Пахомов во время недавнего обхода этого зеленого уголка курорта. Теренкур протяженностью почти в 5 километров тянется от стадиона до Мацесты. Тропа проложена вдоль санаториев. И именно они должны следить за состоянием зеленых насаждений. Ведь фактически это их прилегающая территория. Об этом напомнил глава Сочи Анатолий Пахомов на встрече, посвященной благоустройству этой прогулочной зоны, руководителям всех санаторно-курортных учреждений, граничащих с Теренкуром. Есть Теренкур, который есть и пользуются им вашим гостям. Вывод. Надо следить за этим Теренкуром. Надо субботниками его убирать в своей территории. И самое главное, вот эти склоны, уклоны, которые там уже просто-напросто много-много лет не убираются, их надо тоже вычистить. Склоны тропы здоровья нуждаются в очистке от сухостоя, разросшиеся кусты в обрезке. Аварийные деревья необходимо спилить. Теренкур условно разделен на 11 частей. По каждой составлена дорожная карта. Глава поручил также установить дополнительные скамейки и урны, восстановить уличное освещение, обновить плитку там, где это необходимо. Координировать эту работу будет администрация Хостинского района. Принимать работу глава Сочи будет 15 мая. Сегодня в мэрии прошло совещание, посвященное итогам обхода Мацесты. Две недели назад глава города побывал там с инспекционным визитом. Недовольство мэра вызвал внешний вид строительных и металлобаз. Там же, ко всему прочему, возникла масса юридических вопросов, главный из которых нарушение налогового законодательства. Обходы города Анатолий Пахомов проводит регулярно. И сейчас они посвящены подготовке к чемпионату мира по футболу. Готовиться к международному событию должны и улицы, курорты, и жилые дома, и коммерческие объекты. В микрорайоне Мацесты они не являются показательными. На территориях многочисленных баз разруха, местами свалка, сами постройки разного калибра. Об асфальтировании территории не идет и речи. За нарушения, в том числе ненадлежащее содержание фасадов, арендаторы привлечены к административной ответственности. А вот уже к другой, более строгой ответственности, предприниматели будут привлечены за неуплату земельного налога. И, в принципе, за отсутствие договоров аренды. Земля под коммерческими объектами муниципальная. Только в бюджет города средства за ее пользование не поступают вот уже лет 15. Ко всему прочему, пришедшие на совещание предприниматели не являются собственниками данных строений. Зачастую правообладатели вообще не проживают в Сочи. Если он не платит налог нам, то как вы можете ему платить? Вот эти вот земельные участки, кроме предпринимателя 46, не оформлены. Она правильно сказала, она единственная, которая имеет официальный договор. А то, что касается Сочи спецпрофстрой, то, что касается Яковлева, это полное безобразие. И давным-давно он не платит деньги за аренду земли. Не платит, а собирает их. Поэтому я и говорю, то, что у вас, я не предъявляю претензии к арендаторам, ну просто, но вы должны написать заявление в ОБЭК, что вы платили деньги. Неузаконенные строения будут сносить. Остальные обязаны привести свои строительные металлобазы и РБУ к единому архитектурному стилю. Это красно-коричневая кровля и песочного цвета фасады, напоминают предпринимателям. Очередной инспекционный обход Мацесты мэр Сочи запланировал на 15 мая. И к другим новостям. В Сочи начали готовиться к ЕГЭ, причем не только выпускники, но и организаторы экзамена. Сегодня в 13 школах курорта прошла проверка технологии печати экзаменационных материалов по географии. В этом году все материалы будут распечатывать на месте. Перед началом теста непосредственно в кабинете на глазах у выпускников. Экзамен по географии 11-классники будут сдавать в 13 школах города. Эти пункты проведения экзамена и включились сегодня в тренировочный процесс. Проверку прошло все оборудование, которое планируется использовать, в том числе и резервное. Также была проверена готовность аудитории для экзамена по устному иностранному языку. 138 адлерцам – это блокадники, участники и ветераны Великой Отечественной войны – до Дня Победы сделают бесплатный ремонт. Такое поручение дал глава города Анатолий Пахомов еще в прошлом месяце. И оно активно выполняется. Это обновленный дом ветерана войны Григория Берлева на улице Луговая в Адлере. Анатолий Пахомов во время одного из обходов района побывал здесь лично. Тогда пенсионер, ему 94 года, попросил отремонтировать фасад его частного дома. Сегодня жилище Григория Герасимовича уже отделано сайдингом. Решено было и обновить крышу. Рабочие красят ее в единый для всех домов района красный цвет. Старый дом 54 года, уже весь полопался. Ну, Пахомов приходил, какие будут пожелания. Ну, мы попросили, говорю, вот сайдингом обшить. И вообще, большое спасибо навещают, его не забывают. Приходят и на 9 мая в этом году, и на Новый год приходили. Поздравляют с праздниками, какие-то подарочки дарят ему. И таких ветеранов, как Григорий Герасимович, только в Адлере 138. Каждому из них помогут с ремонтом, либо с покупкой бытовой техники. Всего же в Сочи 429 ветеранов и участников Великой Отечественной получат эту такую необходимую для них помощь. А 277 пройдут лечение в санаториях курорта. Сегодня день памяти жертв геноцида армян в Османской империи. С тех страшных для народа событий прошло 103 года. Во всех районах Сочи сегодня прошли памятные митинги. Одно из мероприятий состоялось в Адлере. Там побывала наша съемочная группа. Армянская апостольская церковь Святого Саркиса в Адлере. На территории собора ежегодно 24 апреля звучат колокола. И каждый год в этот день сюда приходят десятки людей. Сегодня армяне всего мира вспоминают 103-ю годовщину геноцида. В результате трагических событий 1915 года погибло полтора миллиона армян. Такую инсталляцию установили сегодня на территории храма. На каждой из цифр по числу жертв геноцида небольшие листки бумаги. Это страница трагической истории великого народа. Вся правда, которую некоторые страны до сих пор не признают. Это день траура. Сегодня день геноцида армян в Османской империи. И мы все помним и не забудем эти дни, потому что нам наши деды рассказывали, как это все происходило. В память о жертвах геноцида на территории храма появился новый хачкар. Это небольшая каменная стела с резным изображением креста – дар городу от семьи Татулян. Открытие хачкара по традиции сопровождалось чином освящения каменного креста. Этот дар был сделан от нашей семьи, семьи Татулян. История, она не стирается, и мы будем помнить об этом всегда. Я желаю процветания всем конфессиям и всем народам. Хочу сказать, что никогда и никто, чтобы не проходил эти испытания, какой прошел армянский народ. Подобные мероприятия сегодня прошли во всех районах города, там, где установлены каменные кресты. Цветы к памятникам несли весь день. В Адлерской армянской апостольской церкви прошла памятная служба по жертвам трагических событий. Прошло 103 года, но о них по-прежнему помнят и будут помнить всегда. В том числе благодаря таким хачкарам – каменным знаком памяти. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Тубинин, телекомпания «ФКТ». В 6-й гимназии прошли соревнования для самбистов с ДЦП. Ребята соревновались в командном зачете, причем на равных со спортсменами из общей группы спортивной подготовки. Турнир организован единственным в России центром адаптивного самбо для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и другими нарушениями по здоровью. Проект Федерации курорта привлек специалистов и стран дальнего зарубежья, поскольку аналогов подобному нет. Сочинские спортсмены с диагнозом ДЦП уже успели принять участие в показательных выступлениях на церемонии открытия чемпионата мира по самбо. Ребят увидели на международных спортивных телеканалах, а это более 9 миллионов зрителей. Занимаются же юные самбисты на базе двух образовательных учреждений города – в 6-й гимназии и в зале борьбы гимназии номер 9. Занятия проводят 4 профессиональных тренера со специальным образованием на основе утвержденных Министерством спорта программ и разработанных ведущими учеными в области лечебной физкультуры, рекомендациях и методик. Со всей информацией о деятельности центра, в том числе с расписанием занятий, можно ознакомиться на сайте городской федерации самбо и дзюдо в разделе «Адаптивное самбо». На очередных соревнованиях самбисты с ДЦП награждены медалями и грамотами. Ну а тренеры уже готовятся к следующим мероприятиям, которые направлены на борьбу с тяжелым недугом. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.